Доброе утро! В эфире выпуск новостей в студии Елена Самарина. В Алтайском крае проходит информирование избирателей о выборах президента России. Члены 37-й избирательной комиссии прошли почти 650 домов. Главная цель – сообщить о выборах и возможных формах голосования. Отдать свой голос могут все, в том числе и люди с ограниченными возможностями здоровья. Ирина Одноралова не слышит. Самый комфортный способ общения для нее – русский жестовый язык. Для разговора с членом избирательной комиссии она пользуется телефоном диспетчерской службы. Сурдопереводчик связывается с избирателем по видеозвонку и помогает передать информацию. Скажите, пожалуйста, вы собираетесь пойти на выборы? Такой звонок каждый избиратель сможет совершить в том числе и в дни голосования – 15, 16 и 17 марта, прямо с избирательного участка. Нужный номер – 8-966-455-63-71. Однако это не единственная помощь, которая оказывается людям с ограниченными возможностями здоровья. Если это избиратель, допустим, с ограничениями по зрению, то в участке есть специальные трафареты, которые совпадают с нашими избирательными бюллетенями. И при помощи другого избирателя люди с сниженным зрением могут поставить галочки при помощи трафарета в избирательном бюллетене. Добавим, на участке будут работать волонтеры, которые помогут избирателям при необходимости. Сделать свой выбор можно не только на избирательном участке, но и на дому или же дистанционно. Для этого до 11 марта нужно подать соответствующее заявление на портале госуслуг. Герой России, заслуженный военный летчик-испытатель Сергей Демьяненко встретился со студентами военной кафедры Алтайского технического университета. Во время беседы полковник, доверенное лицо Владимира Путина, обсудил со студентами обстановку в стране. Участник операции на Кавказе и в Сирии рассказал о своем боевом опыте. Сергей подчеркнул – будущее за молодежью. Такие встречи нужны, чтобы вдохновить ребят на службу в армии и защиту Родины. Поэтому Сергей охотно отвечал на вопросы студентов, как стать военным летчиком. Вот хотелось бы, чтобы они увидели в моем лице того человека, который, может быть, расскажет, как начинался путь, исходя из училища. И вот до настоящего времени, какие страдания перетерпела наша страна, начиная с 1991 года и окончая текущим моментом. Вроде Чеченскую вытянули войну, появилась Сирийская война. Сирию вроде вытянули, появилась специальная военная операция. Поэтому надо рассказать и показать, что было и как стало. Простым языком, сложные вещи объяснить. Сергей Демьяненко встретился с группой студентов, которые обучают организации питания военнослужащих. Летчик с реальным боевым опытом напомнил ребятам, как важна эта работа. Без кухни не обойдешься. Можно, конечно, прожить, может быть, дней до 10 не пережить на сухой пайке. Но в случае для того, чтобы поддерживать бойцов, чтобы от копии было весело, необходимо организация питания. Особенно важно горячее питание. Также летчик узнал мнение студентов о предстоящих выборах президента России и рассказал, как важен голос каждого. Добавлю, на пост главы страны претендуют четыре кандидата. Владимир Путин, Владислав Дованков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов. Выборы пройдут с 15 по 17 марта. Сотрудники полиции провели рейды по увеселительным заведениям Бийска. Их цель – контроль соблюдения комендантского часа и охрана общественного порядка. Полицейские посетили бары, кафе и клубы, пользующиеся наибольшей популярностью у молодежи. Во время рейдов инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних проверяли удостоверение личности гостей заведений. В итоге выявили четырех несовершеннолетних, которые нарушили закон Алтайского края об ограничении пребывания подростков в общественных местах. В отношении родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию составлены протоколы по статье Кодекса об административных правонарушениях. Проверки развлекательных и питейных заведений продолжаются. И к этому часу пока все. КОНЕЦ